Здарова, ребятушки! С вами Аладушки, три кобры, их четыре, кстати, надо посмотреть, их четыре, по-моему, да? Четыре. Хорошо, я здесь, и то есть, почему я еще не зашел в подземелье, я хотел немножечко пошариться по этой локации, у нас, если вы помните, вот тут есть портал, в который мы не можем попасть, также у нас, вон вы видите, внизу под водой есть кнопка, которая, не знаю, может надо положить что-то, чтобы она какое-то время полежала нажата, или что-то с ней сделать, еще непонятно, как это все будет происходить, и также на центральный остров у нас нету. Никакого доступа, ну, насколько пока что я это вижу, поэтому я хотел немножечко тут посмотреть, пошариться, может я что-то упустил, и я таки упустил вот эти двери, со змеями, мы тут, по-моему, подбирали что-то, я уже даже забыл, что вот тут есть такая кнопочка маленькая, которая очень легко не заметить, что я, собственно, успешно и сделал в прошлый раз, а что она делает, я еще не знаю, давайте вместе нажимать. А, она мост делает, хорошо, я думал, что это как-то будет связано с той дверью, но вот, видимо, нет. Хилочку, грибочек, хилочка, это всегда полезно. О, привет. Вот эти растения, кристальный цветок, ну, что ж, ладно, пусть будет. Кстати, у нас уже почти уровень на варваре и на алхимике, это приятно. Я думаю, что я придержу книжечку, это пока пусть тут полежит, придержу книжечку, смотрите, у нас прошлый уровень стоил 22 тысячи, сейчас уровень стоит 28 тысяч. То есть, соответственно, если книжка гарантированно дает один уровень, нам ее лучше применить, когда мы будем на высоком уровне, их станет набивать сложно. Или же, если у нас будет ситуация, когда нам не будет срочно где-то хватать одного уровня, мы такие, опа, и попробуем так сделать. Итак, врата пятого храма сокрыты от посторонних глаз. Ну, да, наверное. Врата пятого храма сокрыты. Погодите, они невидимые, в смысле сокрыты. Тут кнопок-то никаких нету. Лутецкого вроде тоже нету. Ладно. Зато мы побывали здесь, что не может не радовать, да? Так, у нас там еще одно лицо, решетка. Мы, по-моему, с ними сейчас ничего не можем сделать, или я ошибаюсь? Так. Нам сейчас, короче, всего дойти под водой. Я не уверен, что я хочу идти под водой. Это у нас будет справа, да? Вон там. Хорошо. Хорошо. Осторожно. Сюда мы попали, и лестница. Там вперед. Вперед. Впереди. Пока есть возможность, буду собирать травку. Посмотрим, как это все будет. И тут у нас как раз мост, который ведет нас в подземелье. Это, наверное, какая-то сокращалка, потому что я думаю, что рычаг как раз отсюда, если мы сюда портнемся, мы его сможем открыть изнутри, как мне кажется. Опять же, то, что кажется, это, конечно, хорошо, но часто может быть по-другому. Итак, подземелье. Знаете, что нужно? Наверное, вот так. Сохранение не помешает. Ага. Пик медитации. Ясно-понятно. Там у нас какая-то шмоточка. Кнопочек. Нету нигде. Ну, то есть там просто комнатка со шмоточкой. Как это достать? Ну, то, что мы в подземельях опять, нужно очень внимательно осматривать все стены, потому что здесь, если мы там умудрились кнопку пропустить, мы, я, хорошо, то здесь кнопку пропустить вот вообще ничего не стоит. Она может быть где угодно. Черт. Тут вообще кусок стены разрушенный. Ладно, посмотрим, что нам предлагают. Это многоуровневый под... Да вы издеваетесь. Там что-то ходит внизу, если что. Так, огонечек на старт. А-а-а! Элементали? Серьезно? Кнопочка. Спасибо. Интересно, оно на время или нет? Давайте. Понятно. Конечно, на время. Привет, чувак. Так, травку я заберу. Мостик на время, иначе я упаду. Ох, это вот, наверное, не очень, да? А тут больше ничего нету. Мы можем вниз... А, это, наверное, не для спуска, это для подъема скорее. То есть, если мы упадем, мы сможем подняться. Я бы, наверное... Страшно. Я бы, наверное, попробовал бы походить... Там, наверху сначала. Черт, я даже не знаю. Ну, тут полноразмерный данж, если что. Погодите, ребят. Я хочу попробовать сверху пройти. Давайте посмотрим, сколько секунд оно горит. А кнопка была... Здесь. Раз, два, три, четыре, пять, ш... Пять секунд. Сколько нужно шагов сделать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А если идти боком? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо, попробуем сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Зелька чего? Зелье воскрешения! Ооо! Это вкусненько. А ты у нас кто? Бронзовый браслет. Стойкость к шоку. Минус двадцать. Шанс критического урона три. Стойкость... Погоди, статус. К холоду... А, к шоку. Минус двадцать. Стойкость к яду у него, кстати, очень большая. К холоду тридцать шесть. Критически. То есть, вы мне предлагаете поменять полностью стойкость к молнии на урон, на критический урон Х3. Давайте, знаете, не на первый ряд персонажей. Это оденем, мы оденем это вот сюда, на него. Посмотрим, он полностью утратит стойкость, но, возможно, посмотрим, как это будет. Я еще не знаю, кто у нас будет молнией бить, и как это все будет работать, будет ли она цепной, эта самая молния. Окей, сработало отлично. Нам все равно предлагают вот сюда. Супер. Тут кнопочек никаких нету. Прикольная секреточка. Ну, как бы, для внимательности, но все равно такая. Не очень сложная, не очень простая, хорошая. Там что-то ходит, или мне кажется? Или летает? Фиг знает, на самом деле. Небесный путь. Я вас понял. Где у нас там что-нибудь было бесполезненькое? Не знаю, например, вот этот молоток. Тут колбаса лежит. Колбасу можно забрать. Положить здесь. Стою, у тебя было вроде как что-то. Можно факелы, можно камни ложить. Шифт 1, да. Это бомбы. Огненные, отлично. Тут какое-то место. Это я все камни растратил. Но камни, если что, я могу потом наверху собрать. Они вроде как доступны. Где у нас там была? Палка, ветка. Можно вот факел положить. Тогда мы можем ходить поверху, да? Теоретически. Да и, наверное, камни потом сможем собрать. Не факт, конечно. Так, туда что-то идет. А почему здесь... Оно обозначено как... А, деревянный мостик. Ясно, понятно. Кнопчик не наблюдается у нас тут нигде. Сейчас немножко стремно продвигаться вперед. Потому что новое место я тут видел какого-то элементального. Но я не знаю, какие тут враги, насколько они сильные. Что они со мной будут делать? Ну, явно, ничего хорошего. Так. К тому же вот эти шорохи постоянные за стенами. А, это мумио. Фу ты. Мумио это не проблема. Они просто сами догорают. То есть прикольно то, что у меня сейчас срабатывает огонь. Идите сюда. Да, уровни пришли. Я вижу. Давай, давай, чеши сюда. Ну. Догорайте, ребят, догорайте вперед. Отлично. Что это? Катар. Ладонный кинжал. Ну, да, катар. 9-27, между прочим. Я могу его носить. Легкое оружие 3. 27-67. Ой, 23-67, 15-43. 11-32. Я не знаю, насколько это хорошо, что я... Ну, давайте, давайте так. Я попробую немножечко походить с двумя оружками. Не знаю, насколько мне это выгодно. Потому что, по идее, я немножко теряю в уроне. 15-23. То есть, получается, тут я теряю на нижнем 8, а на верхнем 67-43. О, я прилично так теряю. О, я прилично так теряю. Получается... 20 с чем-то я теряю. 23. А тут я получаю 32. Тут 8, меняем на 11. Тут 2. Ну, типа, да. Я получаю плюс в демедже, но... Не знаю, хочу ли я такой плюс. Посмотрим. Так. Хилочка. Хилочка никогда не лишняя. Давайте уровень поднимем. Навыки. В огнестреле. На пятом уровне мастером огнестрела осечки тебе больше никогда не будут страшны. Может, мне еще точность качнуть, кстати? Не знаю. Вообще, насчет того, что качать крысюку, я немножечко в замешательстве. Может быть, вот это, кстати? На пятом уровне предизготовили бомб. У тебя получится 3 вместо 1. Метательная есть. Я все равно стреляем редко сейчас. Стрелковая. Получите. На четвертом уровне навык стрелковой атаки будет игнорировать 20 пунктов вражеской брони. Это, конечно, прикольно. Что у меня из стрелкового есть? Так, 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 дружище. Это у нас стрелковая. А трубка стрелковая. Камни сюрикены это метательная. Ты у нас тоже... Проща тоже стрелковая. Может мне сметательного уйти тогда вообще получается, а? Может мне ему качать стрелковое? Потому что у меня есть 3 стрелковых оружия, грубо говоря. Огнестрел. Причем огнестрел не получает урона. Смотрите, в чем прикол. Так, за каждое очко навыка дальность твоего огнестрела увеличивается на 1, на 1 клетку. То есть мы не получаем дополнительного урона, мы получаем дальность. И плюс у нас остаются осечки. А это стрелковое нам будет, наоборот, еще и на 20% повышать урон. Потому что в огнестреле и так урон очень крутой. Может быть тогда стоит в 24 уровне игнорировать. Давайте, наверное, да, вот так пойдем. Принять. Я не знаю, сколько у нас еще уровней и как это все будет происходить. Посмотрим. Так, теперь ты, дружище. У нас есть броня на 4 раскачана. Это понятно. Что у тебя по рюкзаку? Тебе нужно было тяжелое оружие 1, но тебя, ну, по идее, уже не нужно. Потому что у тебя есть топор. Полин. У тебя есть топор. 9, 27, 10, 30. Ну, то есть топор лучше. Хотя для рубки ему все равно нужно тяжелое оружие. Мы все равно собирались тебя в тяжелое оружие кидать, да? Точность. На втором уровне навык ты можешь проводить и так. Так, это мне не особо надо. Атлетик это у нас здоровье на 20. Кстати, вот это было бы неплохо. Ладно, пойдем в тяжелое оружие. Я становлюсь носить двуручное оружие в одной руке. Без штрафа, по-моему, да? Давайте пойдем потихонечку в тяжелое оружие. Потому что его все равно когда-то надо начать качать. Ты, дружище, начать качать, да. Ты у нас, наверное, берешь лук заодно и проверим, тратится ли у нас... Так, это 12, 30. Опять 15. 16, 18. По идее, лук у нас лучше, чем трубка. Ну, наверное. Посмотрим, что у нас со стрелами и как они тратятся. И тратятся ли они вообще. Ну, то есть, смогу ли я потом вернуть себе стрелы? Мне кажется, я где-то видел... Я же подбирал для тебя еще где-то стрелы, да? Или мне кажется? Или как-то все происходит? Так, тут у нас свитки, тут у нас бумажки. Бумажки тоже надо будет посортировать. Вообще, хаос какой-то творится. Пистолет этот с собой таскаю. Тоже очень круто. Максимально нужная вещь, да? Так. А, погодите. Вот кинжал. Вот арб... А, это арбалетная стрела. На, все равно, держи. Арбалетная стрела. Хорошо. Все, я вроде более-менее готов. Здесь... Это я назад иду, я молодец. Мне сюда назад не надо. Почему тут такой закуточек? Он очень классно подходит, кстати, чтобы отдохнуть, если что. Тут можно закрыться и выспаться. Вещи на пути стояли. Наверное, чтобы ко мне какие-то мобы не прошли, потому что, ну, я-то сюда могу пройти. Погодите, он тут где-то? Привет. А ты там пока постой запертый, и мне... Вот, с другой стороны, я так два удара могу делать. Зачем это было здесь? Колбасу спрятать за ящиками? Тут кнопок, опять же, нет. Факел я заберу. Потому что там я один выкинул, я тут один заберу. Я не думаю... Ну, тут у нас есть загадки, основанные на факелах? Конечно, да, но... Вроде как оно... Не здесь и не отсюда. Ладно, пойдемте. Стоп. Давно не сохранялись. Плохая примета, знаете. А я думал, что ты здесь откроешь. То есть, вы хотите сказать, что мне назад, да? Аж вот сюда! Я же, наверное, мог по-другому там сделать, да? Здесь у нас тоже не открытая дверь. Меня сейчас беспокоит, что я мог где-то упустить какую-то кнопочку. Тут столько стен, это вполне могло случиться. Ну, хорошо. Парень у нас тут. Ну, огонь ему явно не нравится. В принципе, норм. А, стрела подобралась. Кстати. Хорошо. Эту кнопку я нажимал, нам открылся... Вот. Открылся в это помещение. Что ты? Ключ. Ключ. И у нас тут огненный шар, между прочим. Требует магия огня 3. Магия воздуха... Стоп. Магия воздуха 1, чтобы метнуть шар? Ммм. На тебе языка. У меня магии воздуха нету, да? Только магия земли. Чёрт. Это нехорошо. Я хочу себе метательные огненные шары. Блин, это сейчас прозвучало, конечно, немножко двусмысленно. А где у нас тогда ключ был? Куда? И почему я тут не могу сократить? Ну, это же глупо. Наверное. Хорошо. Давайте думать. Мы себе построили там дорожку, как по ней пройти теперь. Возможно, я где-то упустил какую-то кнопочку всё-таки. Давайте поищем. Я замочной скважины не видел. Вот ещё в чём проблема. Вот эта штука сверху. Вон там как-то можно пройти по верху. Но как туда наверх попасть, я не знаю. Теперь. Здесь вроде кнопок нету. Здесь, думаю, тоже ничего нету. Я так, на всякий случай, проклацываю. Вроде мне известно, как выглядят кнопки в этих подземельях уже. Но вот невнимательность может сыграть злую шутку. Небесный путь. Это да, это понятно. Что он небесный. И что он путь. Я думаю, мне надо наверх подниматься там. И там искать. Сейчас посмотрим. Секундочку, ребятушки. Я практически уверен, что... Это не то, что тут ничего нету, а то, что я что-то пропускаю. Может, кстати, у мумиёв тут где-то что-то было. Или на его место надо... Нет, ну вряд ли. Я думаю, если бы на его место надо было что-то положить. Были бы на это какие-то указания, что ли. Хотя кто знает, опять же. Вот это вот тоже за куточек такой очень подозрительно выглядит. Тут в этой игре вызывает подозрение абсолютно всё. Ты не можешь такое сказать. О, это изички тут можно взять и пройти. Нет, блин, тут... Под каждый камушек надо заглянуть. В каждом камушке что-то... Так. Это мы сейчас, собственно, наверху находимся. Нам... Как туда пройти? Я сейчас очень далеко от этого деревянного моста нахожусь. Что-то куда-то метнуть надо. Может, тут какой-то или... Ну, вон, вон, то выглядит очень подозрительно. Так как оно всё... Опять же, тут эта колбаса лежала за ящиками. Ну, собственно... Сюда мы попадаем для того, чтобы выпустить элементарий. Вот это место максимально непонятное. Почему здесь решётка? Ну, то есть, почему бы не открыть нам шорткат сюда? А заставляет побегать вокруг. Возможно, заставляет побегать вокруг. Именно для того, чтобы... Мы осознали, что нам что-то нужно клацнуть или дёрнуть? Чёрт. Я не вижу ничего, хоть и вбейте. Серьёзно. Ну, то есть, смотрите, там вон, где есть деревянный мост, мы там открыли себе, ну, грубо говоря, небесный путь. Почему там эти две... Там эти две стены выглядят немножко странно. Давайте я ещё быстренько сейчас туда смотаюсь, посмотрю. Вот это вот ещё как бы немножечко настораживает. Там лава. Поллава. Вот, вот эти две стены. Вон и ключик, кстати, куда надо вставить. А как к нему подняться? То есть, мне предлагают как-то попасть вот сюда. А сюда я могу попасть через деревянный мост, который ведёт... Ближе всего комнаты с мумиями. Пойдёмте туда посмотрим, где мы открыли. Ну, то есть, если там ничего не откроется, то я прям... Но комнаты с мумиями, они не на том уровне. Они ниже. Что меня, несомненно, печалит. Значит, тут нет ничего. Ага. Если я положу сюда ключик, естественно, тоже ничего не будет, потому что я бы отсюда и взял. Так, надо похавать. Как раз колбаской подкрепимся. Ладно. Сейчас поищем, что тут может быть. Потом вернёмся. Народ. Я не знаю, что делать. То есть, единственное... Их единственные механизмы, которые мы можем задействовать, это рычаг. Там, где мы выпустили элементарий. И вот эти кнопки. Они все нажаты. У меня есть теория, что если их всех отжать. Я вот сейчас хочу при вас-то попробовать. Наверное, это бред какой-то, потому что, ну, нам отжимать их, в принципе, незачем. Они дают нам сверху проход. То есть, мы сейчас просто убираем себе мост, который мы должны себе построить, чтобы пройти сюда. Но, когда мы пришли сюда, некоторые кнопки были нажаты. Там бомба лежала, ещё что-то. Ну, то есть, они никогда... У них ни разу не было положения, когда они полностью отжаты. Ну, вот, кстати, фактически ничего не произошло. А, погодите, сейчас мы ещё это отожмём. Ха-ха-ха, вы же хитрые засранцы. Ладно, я вас понял. Ну, а как мне их... Как мне потом к сважине... К сважине... Ай, ёпы раз, это... Хорошо. У нас есть место, которое... А, вот и... Блин, я бы его ещё, блин, три года искал бы. Посидел бы, блин, пока искал бы. Я думал, там какая-то секретная стена, кнопки. Фиг, блин. Всё гораздо... И проще, и сложнее одновременно. Так. То есть, вы мне предлагаете сейчас кидать камни туда, чтобы я пошёл, да? Ну, то есть, да, здесь у нас больше ничего. Тоже такой странный закуточек вот этот вот. А нафига он тогда нужен, если тут ничего нет? Давайте пообшарим. Может, хоть какие-то кнопки тут найдутся. Я не могу даже сказать, что это была какая-то сложная загадка. Она просто... Неочевидная, что ли. Игра нас изначально... Стопорит тем, что, мол... Чувак, посмотри, там вещи лежат. Ну да, теперь вот так делаем. Кстати, можем ищить... А, сюда мы тоже можем попасть. Именно... Всё, понял. Чё там ещё где ложил кому? На кого? Ножи можно. Метательные. Раз мы с вами собираемся избавляться от метательного... Ключик. Глючик. Ключик. Вещи потом заберём, если что. Мудрено, мудрено, блин. Вообще... Ничего не скажешь, мудрено. Фуф. Я не знаю, я там... На запись я там побегал, не знаю, минут пять. Ещё так минут десять. Поприколупывался вообще ко всем стенкам. Да, часть этого вы, наверное, не увидите. Я теперь вообще... Вот, смотрите, каждую стенку просто языком буду вылизывать, потому что... Такой подставы я не ожидал. Сейчас вместо того, чтобы просто брать и продвигаться, я такой буду... Стеночки. Кристалл. И тут больше ничего нет, типа. Свиток свет. Ну, спасибо, это я уже, кстати, нашёл. Методом научного тыка, но это произошло. О, кстати! Туда можно спуститься. Кристалл можно подойти, и он же нам также... Преграждает дорогу. Проверим сейчас верёвку. Погодите, я хочу сюда ещё сходить. Тут есть какая-то рычажочек. Туда обязательно мы спустимся. Прямо здесь 54% мы спустимся. Что-что-что? А дверь закрылась. Она была открыта. Это я что-то не успел где-то, да? Там 4 ямы. Жизнь легче не становится. А, серьёзно! Ё-по-поросоте. Окей. Нет, ну это логично, что тут есть спуск, потому что есть ямы, куда можно провалиться. И чё? А-а-а! Я пока не понял, чё нам это даёт, но чё-то... чё-то есть. Второй спуск! Так, ну как интересно. Погодите. У меня чёткое ощущение, что я что-то провтыкал. Поэтому я сейчас сохранился. А-а-а! Вот что я провтыкал. Я думал, что я просто на время не успел эту дверь пройти. Но нет, я её... Я туда бы и не успел, потому что так от меня скрывается владелец этого места. Хорошо. Так, эту штуку мы обратно всё быстренько открываем, чтобы у нас был кусок карты открытый. И тогда... Наверняка... Это кусочек карты у нас тоже открытый. Хорошо. Мы можем... Ну, пойти вниз. Но перед тем, как мы просто пойдём вниз, я хочу спуститься на верёвке. Туда, в подвал, возле кристалла. Ну, в подвал, насколько это возможно подвал. Ну-ка, вместо ножика. Хорошо. Поехали. У-у-у! Это работает. Первый раз. Спустились вниз. Посмотрим, как у нас тут что обстоит. Вот это выглядит, как будто сюда оружие надо какое-то положить. Но это не так. Так, 5.15. Кстати, этот кинжальчик у нас 9.27. Да, он круче. И так. Зачем? Иди сюда. Места у нас, кстати, больше не становится. Но это радует, что у нас, по крайней мере, есть пища. И мы не страдаем каким-то там дефицитом пока что в патронах, в медицине и всяком таком. Пусть будет... И что? А... А тут... А как отсюда выбраться? Это, конечно, все весело и хорошо. А как? Я же там, типа, сохранился наверху, да? Не, ну должна быть кнопка в стене. Иначе этот тупик выглядит абсолютно абсурдным. А тут нет ничего, прикиньте. Ну, то есть, в смысле... Это полностью... Архивы. Конечно, хорошо, что это архивы, но это полностью закрытое помещение. Что, блин? Я сюда такой по приколу спустился, а выбраться отсюда... Не могу. Это мне сейчас, типа, загружаться надо. Хорошая ловушка от игры. Первый раз, блин, попробовал... Воспользоваться... Блин, я что, слепошара, что ли, какой-то? Я вот... Не, я этого не отрицаю, если что. Но стены тупо не прокликиваются. Нетайные кнопки... А, вот, фух ты! Фух! Вот это сейчас было очень трудно заметить, если что. При том, что я все стены прокликал раза три. Это мы на какой выход поднимаемся? На вот этот. То есть тут, в принципе, ничего нету. Это... А, нет, ты ж, ты ж... Это просто ведет нас к выходу. Совсем не очевидно. Ладно, грибочек я заберу. Тоже случайно его сейчас заметил. Можно сюда двинуть. У нас тут... Офигеть! То ли у меня невнимательность сейчас очень сильно прокачана, то ли... Паучок, паучок. Паучков я не люблю. Это я помню с первой части, что к паучкам я отношусь резко негативно. По крайней мере в этой игре. Блин, они еще в таких местах располагаются... Неприметных, что ли? Оп. Свет в студию. Так, и тут у нас будет второй подъем. Да. Это не проблема. Ну что ж. Кнопочка получается. Ну-ка. Ха! Паука телепортнула! О-о-о-о-о, да. Хорошо. но нож не телепортирует а почему нож не телепортирует это странно так что у нас похавать есть папа папам даже такой листа из тяжелого чего нибудь ну вот мясной кусок есть теперь верни где у нас прощу тела так начали работать телепорт ты но пройти к ним не могу и они нам все урок смотрите какой там шлем тут кстати никакой комнатки тайной нету выглядит как будто нету хорошо пойдем наверх посмотрим куда у нас паук телепортнулся кнопку а у нас тут кстати 4 3 а вот там тоже более прикиньте так во первых тут стрелы парах я не заметил во вторых вон те дырки там это кнопки получается мне не надо чтоб телепорт работал проверяем теорию идем наверх где у нас там вверх то вот он достойте куда паука то выбросил да я могу нажимать там разные кнопки что мне это даст я не знаю здесь у нас яму открывает тоже пока что вообще без понятия к чему и зачем это замутили конечно так ну давайте смотреть что будет и и так ножик 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 и собственно ножик все это должно было упасть на кнопки какой результат мы с этого получим все те кнопки нажались так вот сюда открылась да так погоди теперь мне надо по идее убрать да обнаружен секрет секрет я конечно чрезвычайно рад тут у нас тяжеленный шлем ну а милочку тяжелой брони у тебя прокачано навык тяжелой брони у тебя еще не то у тебя и у тебя тяжелой брони еще нету а хотя нет 4 на 4 штраф все 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 нормально на четвертом тяжелый брать все я что-то заступал думал на 5 не на 5 на 4 значит на тебе шлемацкий кожаная шляпа почему наш шляпа называется ладно 44 уклонение 2 а тут у нас просто 4 до просто 4 у тебя какие-то тряпки на голове защита 1 но получается он будет давать минус 5 уклонение если что а мне она вроде как не надо навыка легкое бронятия нету давайте мы его тут оставим да мне показалось или тут тоже что-то открылось пусть и там что-то ходит за стенкой ножики 5 штук милочка отчеты до сих пор то перегружен а потому что он сам по себе просто очень тяжелый я понял тебя 108 килограмм ты можешь сказать так вот это вот мы уберем и дадим тебе все отлично так вот сделаем не положены места переключить хочу ладно но это мы типа секрет нашли а дальше что мне показалось что что-то открылась или же оу оу стоп погодите она все я понял она же телепортировала мне ножики теперь если их положу откроется еще раз эта дверь до или нет нет погодите этого не случилось четверт туплю хорошо пойдемте еще раз наверх я не против мне показалось просто что вон та дальняя стенка открылась или опять же не показалось этот паук куда-то телепортировался кстати а что насчет вон той кнопки один ты возьми как не я к ней не могу подобраться потому что тут везде решетки мне как-то туда нужно а там шахты нету сверху над этой кнопкой а погодите 1 2 3 ну-ка 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 если зачем я думаю зачем мне кнопка что все проваливалась может быть для этого давайте-ка глянем а бросать с той стороны не получится на так возьми один мне надо как-то туда попасть а как это сделать тут у нас вроде все само собой разрешилось поле а так и ножи там не телепортируется да если что если их лажу они остаются здесь это очень странно то что оружие оружие не телепортируется да положите уху хув мозги сейчас закипят погодите так у нас есть также яма возле кристалла но мы в нее падали это всего лишь тайны ну не тайный проход а ну грубо говоря проход вниз через который мы уже прошли это дверь не откроется У нас тут явно все эти заморочки с порталами. Погодите, а если я здесь оставлю... Стоп. Как эти две кнопки взаимосвязаны? Если я здесь оставлю эту кнопку нажатой, то я получу открытые люки там. Но что мне это даст? Паук. Кнопка посередине, паук. Туда мне, по идее... Знаете, что? Дайте я сейчас быстренько еще... Что, блин? А, ну это... Свет, потому что на улице, что ли, посветлело? Сколько сейчас времени? А, где часы? Шесть часов по полуночи. То есть шесть утра, по идее, да? Я хочу убедиться, что тут нет никакой скрытой кнопки. Я не думаю, что как-то порядок этих кнопок будет влиять. Это было бы нелогично, как по мне. Секрет? Секрет. Черт его. Просто голова резиновая сейчас станет от этого сейчас. Абсолютно понятно, что у нас есть... Кстати, чертов паук постоянно тел... Паук на кнопке оказался! Он ее нажал! Погодите, 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 погодите. Я какими-то чертовыми манипуляциями сделал так, что паук оказался на кнопке и нажал ее. Это должно привести в движение что? Чертов паук оказался на чертовой кнопке. Ну, то есть кнопка оказалась нажито, и таким образом у меня... Что-то где-то открылось. То есть вот эти штуки, они стали подсвечены, вот те дальние кнопки, но они мне вроде как не нужны. Я не знаю, что это для меня делает. Оно пропускать начало свет снаружи, но это... Так, портал включать я смысла опять же не вижу. Чувак оказался там и нажал мне ее. Не знаю, не знаю, ребят. Буду сейчас, наверное, тогда за кадром ломать голову. Как это вообще... Что здесь происходит, и как это все делается, и это вообще законно, блин. Не знаю, все, давайте сохраняться. Будем заканчивать серию. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек, и всем покеда. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...